Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодняшний выпуск посвящен игристым винам. А точнее, доведению их уже до потребления, то есть работа с осадком и оценка результата. Сегодня я показываю пример на пятнате. Для тех, кто не знает, чем отличается классическая технология шампанского от пятната. Пятнат это игристое вино, которое сброшено на своих сахарах. То есть, у нас вино бродило на определенном уровне сахара, мы его разливаем в бутыли, в бутылки точнее, и там оно дображивает. И классическое шампанское, это когда у нас есть уже готовое вино, в какой-то момент мы добавляем сахар и дрожжи, заливаем в бутылки и ставим на второе брожение. Вот это принципиальное отличие. Видео есть по шампанскому, как я делала, видео есть по пятнату, при том, что в пятнате, скажу сразу, у меня была очень большая ошибка с сахаром, я ставила его в 10 раз больше, чем нужно было. И когда я ставила, то есть, еще чем отличается шампанское от пятната, пятнат менее газирован. Соответственно, то есть, там и давление в бутылках создается меньше. И когда я ставила шампанское, уже по правильным всем расчетам, мне говорили, что смотрите аккуратно с бутылками, там может что-то взорваться. Так вот, если на пятнате, в котором сахара было гораздо больше, ничего не взорвалось, значит и с шампанским все будет хорошо. Также напомню, что для пятнатов я, возможно, где-то еще буду повторять это видео. Я все снимаю в разные дни, у меня нет сценаристов и режиссеров, поэтому уж простите, если где-то буду повторяться. Так вот, для пятнатов приемлемо вообще не работать с осадком. Пятнаты могут быть мутными. Сейчас я показываю пример на вине. Вот оно вот такое вот немножко мутновато. И такая консистенция для пятната вполне приемлема. Более того, даже некоторые производители пятнатов, они на упаковке пишут, что перед употреблением встряхните. То есть, чуть-чуть вот этот вот мутненький осадочек взбалтывается и получается такой интересный напиток. Шампанское обязательно должно, там вот эта работа с осадком. А пятнат по желанию. Но дело в том, что я свой как бы виноматериал, ну вы можете посмотреть все ролики, виноматериал по пятнату, я его осветляла, оклеивала. И, конечно, в бутылках были вот эти вот от оклейки еще структуры, которые, ну, с ними пить было бы не совсем хорошо. И сейчас самое главное, то есть, я покажу, как изначально я там эти бутылочки ворочала, что я с этим делала. И покажу технику извлечения осадка. Изначально, когда я еще только начинала все это делать, у меня были комментарии, да что вы показываете, вы бы сначала сами попробовали. А то получится фуфел и вообще все это невозможно и так далее. Все возможно, но тоже оговорюсь, значит, классическая работа с осадком, с его извлечением, сводится к тому, что нам надо заморозить горлышки бутылок, там заморозить осадок, а потом его извлечь. При этом, если вы посмотрите эти ролики, там где-то какие-то производственные, то там люди в защитных вещах, там есть защитные очки, передники, все это разбрызгивается. Я даже включу небольшой фрагмент, как бы как я это попробовала, там лед надо, лед сыпать солью, вот мы бутылку переворачиваем, там осадок остается. Так вот, ну попробовала, на самом деле не получилось, а потом нашла обалденный способ. Вообще легкий, простой и абсолютно реализуемый в домашних условиях. Вот, то, что вы увидите, было снято с первого дубля. Все отлично, и вот такой замечательный, красивый, игристый напиток у меня в бокале, пока я готовилась к съемке после того, как я налила. Минут 15 уже прошло, смотрите, красивый, красивый мелкий пузырек, фруктовый аромат. И очень нежный, приятный вкус, потому что вот пузырек этот, вот он поднимается, поднимается, и он именно мелкий, он такой очень приятный. Так что все получилось, и смело можно пробовать. Ну а сейчас показываю, что же было в процессе. Итак, вот он наш пятнат, бродит он уже месяца полтора, в принципе, по срокам ему уже вполне достаточно. И будем пробовать избавляться от осадка. В классике, вообще, когда у игристых вин избавляются от осадка, их постепенно перемещают, переворачивают, чтобы осадок согнать на пробку. Вот, смотрите, это просто белое вино. Бутылка лежала, и видим вот такой осадочек. То есть, в принципе, если у вас в пятнате образовался такой осадок, вполне можно виногристое ваше наливать в бокалы. Да, оно будет чуть мутноватым, для пятната это вполне нормально, допустимо. Вот, ну, если у нас вот такой осадок, то, конечно, с ним надо работать, действительно эти бутылки крутить и все прочее. У меня осадок, я показываю на светлой бутылке, у меня все остальное в темных, но показываю на светлых, чтобы было видно, смотрите. Здесь осадок прекрасно оседает, да, чуть-чуть, чуть-чуть вот есть он. Остается на дне, поэтому, что я сделаю? Я сначала положу эту бутылку в горизонт, вот таким образом, а затем постепенно перемещу ее вот так, и уже выставлю на балкон. Смотрите, у меня под эти бутылки есть такой чудесный ящик. Бутылки я в них перевернула, сейчас вот он стоит боком, вот положила эту бутылочку сверху, потом мне удобно будет ее вот так наклонять, например. Ну, либо я ее поставлю вот так же, и ящик постепенно из этого положения я буду выводить вот в такое, путем просто подкладывания чего-нибудь. Вот все это переместилось на балкон, хотя изначально надо было держать в горизонте, но я решила подержать вверх пробочками, ничего страшного. Значит, на балконе сейчас где-то градуса 4, и раз где-то в сутки мы будем смотреть по этой бутыли, как их шевелить и как сгонять этот осадок. В принципе, если у нас даже там какая-то мелочь останется, ничего страшного, и здесь уже свет не очень, то, что там на дне немножечко остается, на самом деле ничего страшного. Итак, прошло у нас двое суток, пока полет нормальный, никто никуда не убежал, и теперь будем ящик наклонять. Вот таким образом у нас получился угол, теперь можно эти бутылочки попереворачивать, значит, надо их ворочить в одну сторону, потом быстро в другую. Ну, будем пробовать так, как у нас получается, ибо мы не супер, так, нижнюю надо, не супер профессионалы пока, не волшебники, мы только учимся. Вот это наша бутылочка, вот я сейчас сделала ошибку, я ее поставила, ну, мне надо было самое главное здание немножко согнать. Все, теперь мы ее вот так тоже уже закладываем, и постепенно ее осадочек будет перемещаться. Ну, вот видите, вот здесь вот у нас будет чуть налипше. Вот сейчас посмотрим, может она у меня, нет, и с другой стороны так же. То есть немножечко ее надо будет этот осадочек сгонять. Вот эта бутылка крепкая, пока винтовая пробка выдерживает то, что ей надо выдерживать, хотя давление здесь достаточно большое, я ошиблась с остаточным сахаром, и оставила его в 10 раз больше. Значит, такие процедуры мы проводим где-то раз в день, ну, по возможности, да, и занять это может несколько месяцев, классики, но это в случае, если у нас такой осадок, он на стеночках будет. В нашем случае, поскольку вино было оклеено, я уже про это много раз рассказывала, осадок получается такой рыхлый, и в принципе, в принципе, ну, то, что там где-то останется на ней бутылки, вот эта прилипшая, в случае пятна-то вообще не страшно. Да, если бы мы делали классическое шампанское, там немножечко, ну, как бы по-другому, он там все-таки более тщательно, эта работа с осадком, нам главное удалить саму вот эту вот кашу, ну, которая делает питье не совсем приятным, поэтому мы здесь можем ускоряться, и фактически сделать вот так. Эту бутылку я перекладывала, можно ее так вот встряхнуть как-нибудь и сделать больше наклон. Мой ящик оказался уже практически перевернутым, ну, чуть-чуть не до конца. Опять же, можно, ну, немножко подшевелить наши бутылки. Вообще, как бы в классике надо, ну, это надо приловчиться, и, конечно, не в таком ящике, а вращать в одну сторону, потом чуть-чуть в другую. В одну и в другую. В одну и в другую. Ну, делать это надо аккуратно и быть уверены в пробочках, чтобы не получить неприятный, так это переставляем в сюрприз, да, чтобы у нас ничего не порвалось. Можно даже так поворочить, сболтать, и этого будет достаточно. Но смотрите, тоже обращаю внимание, у меня здесь пробка винтовая. В данном случае она выдерживает, несмотря на то, что давление теоретически в бутылке должно быть большим, потому что я промахнулась с сахаром. Я оставила сахара слишком много, и давление может быть большим. Но эта пробка выдерживает. А в другом случае я посмотрела, там, где стала классическая шампанская пробочка, чуть-чуть подтекает. Ну, там как бы неоригинальная пробка получилась. Не от этой бутылки моя ошибка. То есть, как бы, вывод какой? Теоретически винтовые пробки работают, но не на каждой бутылке. И вот с этим, ну, как бы, надо быть аккуратненьким и, ну, подмечать. Проще всего что сделать? Бутылку положить в горизонт и, ну, посмотреть, там, буквально полчаса, час будет чуть-чуть подтекать или нет. И, ну, тогда все станет понятно. И здесь, как бы, все нормально. Здесь я не боюсь с этим работать, поэтому вот я ее могу болтать так, как я хочу. Да, повернула, повернула, и все. Пусть оно собирается на дне. Ввиду того, что структура осадка такая. Значит, я думаю, что завтра я уже ящик перемещу полностью. Там он еще пока наклонный. Я его полностью перемещу так, как надо. Ну, и вскоре после этого можно будет уже эти осадки извлекать. Итак, прошло приблизительно две недели, и мой импровизированный пюпитр ящичек, я вам показывала, что он был в наклонном положении. Потом, буквально, там, дня через 3-4 я его переместила уже вот в такое положение, и бутылки оказались, ну, практически вертикальны. Смотрите, вот это вот наша показательная бутылочка. Она сейчас холода с балкона. Да, чуть-чуть на плечиках еще есть осадочек. В принципе, я вам рассказывала, что 15 с таким вот легким осадком, ну, вполне допустимо. Большой осадок, к сожалению, вот пробка мешает, да, точнее не пробка, а ободок, посмотреть, что там внутри, то есть там более глубокий осадок. И с ним мы сегодня не будем работать, не будем уже дальше ждать. Значит, что здесь важно? Перед извлечением осадка нам надо наши бутылки, чтобы они были охлаждены где-то градусов до 4. Ну, у меня на балконе все стояло, сейчас на улице достаточно холодно, на балконе тоже, поэтому все холодное. Да, перед тем, как извлекать осадок, обязательно подготовьте виноматериал, который вы будете доливать вместо того осадка, который извлекается на освободившееся место. Чтобы вы потом не бегали с этими открытыми бутылками, то есть сразу подготовьте все, что вам будет необходимо. Итак, мы берем нашу бутылку, помещаем ее в емкость с холодной водой. Сейчас я постараюсь, чтобы было видно. Видно, и теперь нам надо ее там открыть. Главное взять, удобно. Все, осадок вышел. Итак, смотрите, потери в бутылке, то есть всего лишь. Я считаю, что это немного. И теперь открываем и наливаем. Ну, смотрите, какая красота получилась. Красивый мелкий пузырек и хорошая прозрачность. Опускаем. Берем там, как нам удобно. И открываем. Оп, вышло. Опускаем. Берем там, как нам удобно. Открываем. Оп. Все. Потери минимальные. И теперь доливаем на материал для того, чтобы восполнить те потери. Ой, немножечко переборщила. Ничего страшного. Раз, закрыли. Значит, смотрите, водичка становится мутненькая. Если мы несколько бутылок делаем, значит, можно поменять, чтобы нам было хорошо видно. Что мы делаем? Оп. Оп. И доливаем. Так что, как видите, сложностей никаких нету. Все оказалось достаточно просто. И вот такого плана бутылки, они очень удобные, потому что их очень удобно как раз-таки открывать вот таким способом под водой. Единственное, что я заметила, часть у меня, ну, в таких бутылках часть стоит пятната и часть шампанского. Так вот, когда шампанское я стала переворачивать, то кое-где пошел чуть потек. Здесь дело в том, что такая вот резиновая прокладочка, то есть где-то может она немножечко, что с ней пошло не так. И тоже касаемо винтовых пробок. Помните, я вам, да и в процессе я показывала вам эту бутылку с винтовой пробкой, но вот на ней не получилось, потому что я хотела ее охлаждать, перевернула, весь осадок пошел, поэтому она будет стоять дальше, потом я ее открою под водой. Так вот, та бутылка с пятна, там, где, казалось бы, давление должно было создаться гораздо больше, с той бутылкой все хорошо, а вот та бутылка, в которую я залила шампанское, вот там немножко не очень, она пропускает, но я там уже обкрутила ее, чтобы ничего не переливать. Дело в том, что там не оригинальная пробка от бутылки, то есть если хотите использовать винтовые, то будьте осторожны, потому что потом перелить будет сложно. А вот такие бутылки из-под пива, в принципе, по-моему, такие даже продаются. Бутылки, ну, на самом деле, они очень удобны, и их для этих целей хорошо использовать. Вот такой результат в итоге получился. Как видите, все реально, все вполне реализуемо. Можно получить классный, интересный напиток. На шампанском я уже не буду показывать вот эти вот манипуляции с осадком, потому что сама по себе технология, она будет такая же. Шампанское, именно классическое, те, кто меня регулярно смотрите, знают, что оно тоже стоит. Там я, ну, просто подожду чуть дольше, чтобы оно устоялось, и вам покажу уже конечный результат, что из этого вышло. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на все видео по игристым винам, на шампанское, на пятнат, как я все это пошагово делала. Будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!